Квесты, спортивные игры, круглые столы и песни у костра. В санаторно-оздравительном комплексе Чайка в эти выходные прошел областной турслет для молодых медиков. Подобное мероприятие первое в своем роде. Организаторы решили, что именно на турслете молодые специалисты не только познакомятся с коллегами и почувствуют корпоративный дух, но и узнают много нового для своей практической деятельности. И не прогадали. Были собраны группы экспертов, которая вела такой конструктивный диалог с молодыми специалистами. Это были вопросы эффективной коммуникации врач-пациент, адаптации молодого специалиста в лечебное учреждение, когда он только приходит со школьной, со университетской, с камней в лечебное учреждение. Это формирование имиджа врача в медиапространстве, что сейчас очень важно, очень актуально. Как избежать ошибок на новом месте работы, как правильно общаться с пациентом и даже как вести свой блог в инстаграме. Об этом и не только мог послушать каждый участник, их на площадке собралось больше двух сотен. Особо молодых людей интересовал вопрос, как изменить отношение людей к врачам в лучшую сторону. Сложился образ врача у пациентов не очень хороший. Для нас было это очень интересно и предложить новые предложения, чтобы как это действительно изменить данную ситуацию по отношению к пациенту. С молодыми специалистами пообщался губернатор. Сергей Морозов подписал план создания системы развития и профессионального роста кадров здравоохранения и поручил участникам турслета передать ему свои пожелания. Напомним, что устранение кадрового дефицита – одна из задач нацпроекта здравоохранения. До 2024 года стоит задача привлечь порядка тысячи врачей. В этом году в отрасль здравоохранения региона трудоустроилось 263 врача. Из них 102 – впервые трудоустроенные молодые специалисты. Анна Тищенко, Новости Олправды ТВ.